Девушки отдыхают Это столичный парфюмер Алексей и король танцпола Александр А невеста у нас Анна, давайте знакомимся Дура гламора – мечта любого мужчины Умная, красивая и никогда голова не болит Выбирать сегодня принца мне будет помогать моя вторая дура Лиля, моя верная подруга И дочка Бриджи Анна 25 лет Ради любимого была готова на все, даже сидеть дома и ждать его у окна А он завел роман на стороне Через год расстались Анна – столичная модница с двумя высшими образованиями Пробует на себе все новые модные тенденции Шопоголик, любит танцевать, мечтает о профессиональном признании Гордится, что все может делать сама своими руками Предупреждает, что она дура гламура И что не пойдет под венец без своей любимой подруги Анне не нравятся самовлюбленные альфонсы Выйдет замуж за высокого и харизматичного мужчину в начищенных ботинках Который позволит ей заниматься любимым делом Здравствуйте, девочки Здравствуйте Хорошо, что вы пришли Мы тоже очень рады Знаете, когда алкоголик говорит, что он не алкоголик Это значит, что у него большие проблемы А если человек пьющий говорит, что у него проблемы Значит, не все потеряно Так же и с вами Мне кажется, если вы девушка с двумя высшими образованиями Во всеуслышание позиционируете себя как дуру Значит, у вас с мозгами все в порядке Мы дуры не потому, что мы глупые Мы дуры, потому что мы не боимся экспериментов Мы не боимся своих ошибок Мы учимся на своих ошибках И на своем примере показываем, как не надо себя вести Поэтому мы дуры Мы не боимся общественного мнения Это просто как бы рисовочка такая, знаешь, образ Вот какие глупости вы насовершали, связанные с любовью? Сейчас, конечно, скажу банальную вещь Влюбляться нельзя сильно Ни в коем случае мужчину нельзя сильно любить Но это невозможно А мне всегда казалось, что влюбленность это помимо тебя Это что-то в организме твоем срабатывает Это как воспаление легких Поэтому как же можно себя... Поэтому, к сожалению, мы дуры Поэтому опять будем наступать на те же грабли Опять будем пробовать Опять будем искать свои счастья Ну давайте, хорошо Анечка, вот вы влюбились, когда вам было сколько лет? 21 И вот прямо влюбились-влюбились? Нет, любовь позже пришла Потом, соответственно, стали жить вместе И вот вы живете И вы в такую хозяюшку превратились Готовили Да, представляете Ботинки ему чистили Да Он богатый был? Нет, он был не богатый Он был среднего достатка Да, у него была своя работа Был свой бизнес Почему он вас так ревновал? Ну, как меня? Можно не ревновать Особенно Вы повод давали? Я же могу и вот в боди пойти на улицу На мероприятие А зачем? Задавались вопросом? Мне нравится привлекать к себе внимание Посмотрим, насколько она целостный человек Мне кажется, что вполне Ну я вижу какой-то стержень такой Да, да, да И харизма Талант Вот он вас ревновал, ревновал И вы однажды задумывались Что это я поводу ему не даю Такая хорошая хозяюшка Он меня ревнует Дай-ка я залезу в его телефон И что там? Нашла СМСки Скучаю по твоим щечкам с ямочками Ну какие-то вот такие вот нежные вещи А вам он этого не говорил Которые в свой адрес в последнее время Я не слышала вообще Это как раз была последней каплей Хорошо А на каком этапе ваших отношений с вашим молодым человеком вдруг пришла мысль Что мужчинам не нужна умная женщина Сложно так сказать на каком этапе Год назад, наверное, мы поняли, что хватит быть умными Что проще быть дурами А изменилась жизнь качественно? Да, кардинально А где вы общаетесь? С кем вы общаетесь? Потому что вот круг мужчин, с которыми меня жизнь свела Они наоборот не любят дур Тебе-то нравится невеста, Саша? Нравится? Ну смотри, твоя... Погоди, я сейчас его знаю Сверкают, да? Конечно Мы не в отношениях с мужчинами дуры Мы дуры гламура, да? Мужчина должен понимать, что Выбирая нас Он выбирает сумасшедшую женщину Которая шипоголик Которая будет безудержно следить за своим стилем Будет красиво и потажно одеваться Будет заставлять его красиво одеваться Скажите, а что у вас такого, например, Аня Чтобы у мужчины возникло желание Вкладывать в вас деньги Большие Чтобы вы могли себе позволить ходить по магазинам Зачем? Потому что, может быть, лучше ему взять разовую дурочку Там на месяц, на другой Купить ей хорошее платьишко с туфельками Пожалуйста, я не завишу от мужчины Я и сама могу себе позволить То есть вы зарабатываете достаточно, чтобы... Да Анечка, вот что я вам хочу сказать Вы плохая актриса То есть никакая вообще Вот вы сидите, взрослая тетя, 25 лет Что-то здесь кривляетесь Пытаетесь мне такой ушлый что-то внушить Совершенно к вам не имеющего никакого отношения Вы же на самом деле другая Какая другая? Зачем вам это нужно? Вы откуда приехали в Москву? В Нижний Новгород Давно? Да, лет 8 назад Какое у вас образование? Первое, второе? Юридическое и журналистское То есть вы, наверное, хотели как-то в этой жизни добиться максимума? Ну, признание Для меня важная реализация Да, и вот вас жизнь, судя по всему, так побила Вы поняли, что таких, как вы, здесь полно И вам нужно... Ну, где-то вы чего-то не добрали Куда-то вы, наверное, на какую-то ступень не доподнялись Что решили? Для дай-ка я вот буду тех, кому больше подфартилось, сейчас высмеивать И придумали вот такую историю Дура-гламура У меня такое впечатление, что как-то вот Аня уже несколько спалила жизнь В смысле вот спалила Да, вот эти все ее увлечения гламуром Она почему-то, мне кажется, что уже о самых главных вещах в жизни-то подзабыла немножко А вы откуда приехали? Кыргызстан Вот, из Кыргызстана Супер И вы подумали, что, наверное, не на тем, так катанем Вот так вот давайте будем заваливать Лариса, ну девчонки красивые А, кстати, знаешь, ко мне женихи, знаешь, по какому поводу обращаются? Говорят, вот ты знаешь, да, взял хорошую девушку Ну, такую бедненькую Причем она бескорыстная Я ей часы покупаю дорогие А она мне говорит, говорит Ой, а ты знаешь, а я тут в аэропорту пластмассовые часики видела Они мне дороже Я ей бриллианты покупаю А она мне в нос тычет, извините, плюшевую мишку Говорит, знаешь, как обидно то, что не может оценить мои подарки Роза, это ты сейчас на ходу придумала, по-моему Нет, клянусь Ну что, ребят, какой план? Что с гламуром делать будем? Нет, тут от гламура только слова Я думаю, слова эти все уйдут Как только мы выйдем Анечка, вы смотрите, есть девчонки от природы Вот такие красавицы Ну дурочки Улыбка в пол лица Вот она открыта всему миру Она создана исключительно для любви Она может на самом деле искренне любить и восхищаться новыми тряпочками И мужчина ее за это любит Потому что она живая Потому что она естественная Душечка Но вы не душечка Вы абсолютно особо прагматичны Вы все себе в голове просчитали И у вас все это идет от ума Если от ума, это значит от лукавого Поэтому ни собачка вас не спасет Ни вот эта хрень на голове Ни подружка Кстати, вопрос А что это вас связывает так с подружкой? Почему она обязательно должна присутствовать так плотно в вашей жизни? Почему она обязательно должна быть после вашей свадьбы? Мы в ответе за тех, кого приручили О боже мой Вот нет ничего пошлее, когда начинают экзоперицитировать Маленького принца читала Это плюс Это художник какой Мне кажется, что в ней какое-то сочетание Все-таки человекообразованного, интеллигентного И вот этот внешний образ, который непонятно, конечно, зачем мне А зачем это? Себе так развивает Гламур? Сложный вопрос Я очень ценю мужчину, если он уважает моих друзей Речь не идет о том, что мы должны жить Никто же не говорит, что после свадьбы смерть Лили Он должен запроситься отвезти Привезти А, мужчина должен ее отвезти Конечно Какая прелесть И однажды он ее отвезет и приедет утром Скажет, развелись мосты В Питере так происходит Люди в твоей жизни это самое ценное Нет, Анечка, это тогда Вы выходите замуж по расчету без всякой любви Но чтобы хоть как-то компенсировать свою молодость С кем-то поговорить, пообщаться Тогда нужна подруга А если вы искренне и хотите по любви выйти замуж Вам на каком-то этапе, на первом Подруга так плотно и долго не нужна Иначе это карикатура на начало 90-х Это хитрость, Лариса Это хитрость Так, попробуем разбудить Называется у мужчины эротическую фантазию Я женюсь не на одной женщине А сразу мне кажется, что это какие-то современные штуки А покажите мне такого мужчину Который бы не согласился бы на это Нет, подружку надо вообще переделывать Как бы подружка Но мне не нравится Подружку надо перекрасить Но она просто сейчас подружка Она простая Подружка в большей мере простая А вот она, Анюта, да Если бы она сидела в образе невесты Может быть она бы и по-другому себя подала Но вы даже не похожи на таких девочек Особо избалованных, которые какое-то время пожили под богатыми мужчинами Смотри, какие драгоценности на ручках На самом деле у нас просто проект Мы сами этот проект создали То есть это не так, что мы вот просто... На выходе чего хотите от этого проекта? На выходе самореализации Славы? Да, ну, можно сказать, мы хотим славы Девчонки, ну пенсия уже, ну хорошо, ну гламур Какая пенсия, это 18-19 лет Но вам уже, в общем-то... 18-19 лет, это те и есть девочки глупые Которые хотят именно мужиков богатых Девчонки, а Слава-то в чем? То есть кем будете? Вот я, допустим, всероссийская сваха А у вас конечный Главная дура страны, что ли? Мы же не просто дура, мы дура гламура Нет, нет, хорошо Мы совершенно экспериментатором, мы стиристы Единственное, что еще хорошо, что вот она не стала Поглубляться настолько в гламур Когда вот это вот, знаешь, что-то есть, губки, уточки Не, ну а зачем ей, ну... Ну, да, я думаю, это следующий шаг И вы хотите устроить свою личную жизнь, я правильно понимаю? Хотите детей, наверное, и... Конечно Да? Как это может сочетаться? Или вы будете мужу говорить? Послушай, вот сейчас я приколю вот этот вот бантик себе Потому что я пошла на работу, работать дурой Или как? Да, примерно так и будет Но он должен с этим смириться, да Он должен меня принять, так вот такая есть Это игра, часть имиджа вашего придуманного? Да То есть вы с Тамарой ходите парой? Да нет, мы такие в жизни Чуть попроще было бы, поинтереснее Внешность, конечно, у нее красивая Ну и все, что тебе еще надо? Мне? Хотелось бы, чтобы все-таки понять, что за человек она А вы свою личную жизнь хотите устроить? Да С ее мужчиной? Нет, не с ее мужчиной Со своим? То есть, значит, у вас уже будет... Вы будете жить вчетвером Вы будете в Дворницкой жить, если Анечка выйдет замуж за зажиточного? Нет, ну не настолько прям все это утрировано То есть мы будем жить где-то рядом Потому что на самом деле... А почему мы... А что, допустим, у богатого мужа Анечки должен быть бедный друг для Лилечки? Лилечка Нет, я понимаю, Лилечка, если только вы не сочинили под диктовку Ани вот эту трагическую историю со своим возлюбленным Да? В двух словах можете... Или все-таки придумали? А я придумала? Нет, я не придумала на самом деле У меня были длительные отношения Расскажите в двух словах В двух словах я встречалась с человеком, который был старше меня, ну довольно-таки почти больше, чем на 10 лет Вот, у нас было вроде все хорошо Как бы я, в принципе, в Москву переехала из-за него Вот, но так получилось, что у нас не было развития отношений Поэтому, как бы, по молодости, по глупости, можно сказать, я так шир-пыр, все, ничего мне не надо, я сама могу добиться всего сама Вот, проходит год, и у него были проблемы со здоровьем, и он умирает Сколько времени назад это было? Это больше трех лет назад То есть, как бы, после этого, как-то, ну, действительно, очень сложно найти того человека, который, не знаю... Ну, после чего этого, Лилечка? Вы с ним уже не жили долго, любви у вас никакой не было Нет, ну почему? Вы уже были в свободном плавании, после этого чего? Да, конечно, все плохо, но я думаю, нормально все будет Да и девочка тоже неприятная Да, 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 она и рассказывает Она позитивная, как бы, да, у нее есть, скажем так, может быть, что такое, как бы, закрытое частично Она не открытая Что вас развело? То, что отношения не развивались? Ну, так в 20 лет не особо хочется, чтобы они развивались куда-то Он сам не хотел, лучше понимать, что он более Ну, а в 20 лет не очень хочется под венец, мне кажется, достаточно любви И как раз 20 лет это старая стереотипа, еще задолженная нам родителям Хорошо, прекрасно, значит, вы, девочки, обычные, правильные девочки, которые хотят замуж и хотят продолжения Конечно Ну, так и все, это прекрасно. Какого будем мужчину рассматривать? Умного, сильного, который сможет, не знаю, постоять за себя А что же умному делать-то рядом с вами, с дурочками, если вы будете в себе вот это культивировать? Подыгрывать Вы его ума охватили А зачем? Нет, на самом деле, нет, мы же не говорим, что мы глупые, что мы, не знаю, там, не начитаны Мы умные, но каждая женщина должна уметь быть глупой Чтоб мужчина ее мог, не знаю, позаботиться о ней А вы не думаете, что вот лет в 30? Нет Нет, сразу нет Они изменятся будут рядовыми хозяйками Будут Или не хозяйками Очень большие надежды Я возлагаю на то, что они-то вообще когда-то завяжутся Я считаю, что это образ жизни уже просто у человека, вот и все У вас есть квартира своя в Москве или что? Да, есть Ваша собственная? Или снимаете? Нет, моей семьи квартиры Но вы живете с родителями? С сестрой С сестрой То есть, если вам понравится молодой человек, но он будет без скала, а без двора, вам некуда будет его привезти Ну вот еще Мужчина должен меня куда-то завезти Ой, послушайте, все мои мужья, сколько у меня их было, все жили всегда на моей территории Я от этого не стала более несчастной Значит, мы будем снимать квартиру Стать знаменитой, а у нас цель другие Тоже стать знаменитой, тоже хочется слова Конечно В другом Так может быть, взять тоже парня какого-нибудь себе фрикообразного на вас Быстрее обратят внимание, будете парой тусить, заработаете деньги в квартире Они хотят себе фрикообразных Совершенно Они хотят стабильных, консервативных Ну, по крайней мере, если речь идет про одну Вам нужен, правда, мужчина очень серьезный, но не тот, который бы понимал какие-то хитрые идеи И вот этот ваш придуманный образ А тот, который, мне кажется, возвращал бы вас на землю Вы идеальная пара Вы подходите друг к другу Вот и до На 110% Это ты сейчас серьезно говоришь? Расслабься, я боюсь, он шутит Вы же юрист по образованию Я считаю, вам нужно пойти в какую-нибудь крутую юридическую фирму Я уже все это послушала Послушайте, там такое количество умных, перспективных мужчин Я сегодня бы вам вот желала встретить именно такого Который скажет, все, Ань, ты вот это наигралась, теперь все мы это снимаем И начинаем жить, поживать, а собачку подари бедным детям Ничего подобного, это мои дети, без них некуда, это мои преданные А, так у вас еще и собачки с вами живут? Нет А если мужчине это не понравится? Самое новое Ой, неужели ей все это правда нравится, вот этот вот фэшн, то вот это то, что главное А тебе не нравится фэшн? Не, знаешь, мне нравится, когда он чуть-чуть в мир А у меня сегодня девчонке практически будет выходной Потому что красивую глупышку, даже дурочку легче выдать замуж, чем умную да серую мышку Поэтому, как я всегда говорю, на каждый горшок найдется своя крышка Сегодня только горшки подбирай, в общем-то Само пойдет Я не хочу, чтобы ты был крышкой для этого горшка Я горшком не хочу быть Я думаю, что в ближайшие же несколько месяцев Ваше представление о жизни вообще и о себе в частности сильно поменяется В любом случае, вот этого имиджа мы больше никогда не увидим Может быть даже здорово, что вы в нем сегодня появились и зафиксируете его на память для окружающих Дело в том, что у вас по первому дому сейчас разгуливает планета Плутон Она там производит обычно разрушение Человек меняется внешне, меняется его мировоззрение Поэтому вы будете вынуждены меняться, независимо ни от чего В общем, девчонки вовремя пришли, и это здорово Потому что иногда бывает непоправимо поздно И как говорит Василиса, ну уже какой есть гороскоп, такой есть Но если учитывая какие-то пожелания, вы можете сами корректировать свою жизнь Так что верьте нам на слово Хорошо? Спасибо После рекламы женихи проявят свои лучшие качества Оцените их вместе с нами Вы смотрите «Давай поженимся» У нас в студии Анна Идите встречайте первого жениха Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Как Вас зовут? Здравствуй, Аня, меня зовут Никита Очень приятно АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Правда, понимаешь, художник с большой «Х» Правда? Ну, чтобы узнать о Вас побольше, давайте посмотрим на экран АПЛОДИСМЕНТЫ Никита, 32 года Стилист, имиджмейкер Посещает творческие тренинги и следит за модными тенденциями в мире Предупреждает, что не любит готовить Мечтает побывать в местах, связанных с древней цивилизацией майя На очередной неделе моды в Москве Никита влюбился в свою коллегу, соперницу И они стали жить вместе Но его утомили постоянные гламурные тусовки И через полтора года они расстались Надеется, что для Анны семья важнее светского блеска АПЛОДИСМЕНТЫ Никита, какое-то очень странное предупреждение, что вы не любите готовить Это как если бы я, женщина, вдруг заявила Вы знаете, я не каждое воскресенье люблю делать домеремонт Там кладка, пересилка полов и так далее Вы не обязаны готовить? Вы же мальчик Нет, ну почему мальчик? Как бы для любимой девушки Страшно Просто не избалован Никита Как бы всю свою жизнь я всегда как бы готовил, как бы да, помогал Как бы, конечно, я это не люблю делать, но приходилось Вы не должны запомнить, раз и навсегда Вы не то, что не любите, вы вовсе не должны на кухню приходить Там девочка будет все это делать А вы деньги зарабатываете, розетки чините, там прикручиваете какие-то гвоздики куда-нибудь Кто такое сказал? А если я очень люблю готовить? Конечно Вчера мне вам какой суп, да, приготовил? Вы смотрите, Никит, вы заявили о том, что вам надоела жизнь гламура А зачем же опять-то на те же грабли вот сидит барышня и говорит Моя жизнь вся Тут немножко другой потенциал, как бы в ней Два вышка образования Тем более, да, как бы А то, что она одета так, как бы, это просто пафос, как бы, скажем так Хорошо, теперь давайте про жизнь гламура Что вам в этой жизни могло надоесть? Это ваша работа, это ваш хлеб, это ваши деньги Наоборот, побольше бы вот этих вот дурочек, которые хотят кудри и приклеенные реснички Нет, на самом деле Да я не про вас Не знаю, Мить, что-то вот я не доверяю стилистам вообще, особенно мужчинам Зря, Лёха, зря Да? Вот такие вот ребята все По образованию я портной Поэтому в большей мере, как бы, у меня тут... Хороший, кстати Да, и вот девчонка, с которой вы познакомились где-то на выезде, да, что-то у вас было? Да, это работа на мероприятии была просто-напросто и закрутилось как-то... Ребят, как-то он говорит не очень, да? Как-то по тембру голоса как-то не мужской Да ладно, там Серега делают не только в тембре, по-моему Да, Серега сейчас начал занижать голос Прям в этот же день закрутилось Ну да В этот же день, практически, большая симпатия пошла просто-напросто И поэтому мы стали жить не так А потом, что клиентов не поделили? Что она, как она объяснила? Ты мало зарабатываешь? Нет, просто сказала, нам надо расстаться Почему? Не верю, так не бывает Сами хорошо, сестра Давайте к сестре Кристин, как вы считаете, в вашей версии, вы же женщину с сердцем видите Ну такая, стервозная, маленечко Сестра еще, мне кажется, скучнее, чем брат Нечестно Ну... Представляете, вот эта вот звездочка к ним в компанию попадет, и что? Скажем так, в отношениях, может быть, нам было дискомфортно, но в плане постели нам удобно и... Слушайте, а вы откуда вообще сами-то? Из Красноярска Из Красноярска, а она облака кто? А она из Европы, из Бельгии А-а-а-а! Послушай, что ж самое главное ты не сказала? А на каком языке говорили? На русском Она русский язык выучила? Очень хорошо знает с 18-летового И она влюблена просто была в Россию А не другие... А вы такой рашен-колобашен, кудряшки, беленькие, голубые глаза Ну, как бы мы сибирь, что делать? Ну, ясно, ясно Немножко другой менталитет А что раздражает вот в европейских женщинах? Ну, у каждого, как бы, скажем так, свое в голове, поэтому... Вот у нас Анечка вся-вся понятна, дура-дура Ты еще красавица За то, что мы ее глазами А глаза все-таки не ее лицо Зато... А вы, кстати, как к одежде относитесь? А то нам Анечка говорит, что это... Хорошо, давайте я к профессиональному стилисту сейчас обращусь Вот на мой взгляд, Аня не просто как дура одет А такое ощущение, что случайно у реквизиторов, у местных здесь оказались Вот эти вот перышки какие-то, эти тряпочки атласные за две копейки Не знаю, мне кажется, девушка расстроена Мое какое-то сугубо личное мнение А мне кажется, красиво Такой сложный крой сзади Вот я смотрела на... Просто копеечная ткань Ручная работа Цвет такой дурацкий Ну, Роза, это ты так понимаешь Я немножечко под руком смотрю А у вас просто конец цвета Роза чуть себе метр ткани не отрезала На шторы А это мне домой Вы взялись бы, допустим, Анечку с Лилечкой подправить каким-то образом? В принципе, вот как бы сам образ, он хороший А встаньте-ка Сам образ, он очень хороший, он очень пафосный Жених, ты за кого? На ком Жених пришел? Я же дура На Ларисе Гузеевой или на Анечке? Вот какие-то колготочки такие Глянь, и что? Хорошие колготочки А глянь, какая талия Так я же не говорю, что ей нужно набрать 54 килограмма А ручки какие? Глянь, покажи, вот какие Да нет, здесь-то все супер Нет, здесь супер Тряпочка дипилойная А туфельки какие, вы видели? А волосы свои Хорошая у нас невеста Платье, чтобы вы сшили другое? Нет, конечно, можно фасончик переделать Но мне нравится сама задумка Короче, у вас на лбу должно быть, если вы любите шопинг Крупными буквами написано Платежеспособная Сейчас на вас посмотришь Сказать, приехали девочки Одна там из Джизгазгана Другая из Нижнего Новгорода Приехали вчера Не слушайте, Ларис, слушайте меня Я вас замуж подаю На самом деле просто Сколько мы не приходили Всегда, потому что дизайн На самом деле, хоть вам он дико не нравится Дизайн мой И я это шила сама Чем я очень сильно горжусь Поэтому, кому не нравится На самом деле, любая Не злокарминка Это на самом деле хорошо Потому что я скажу, что вот Это на самом деле круто Потому что чем больше хай Тем это на самом деле лучше А, кстати, Женишка Ну нравится все вам, да? Да, мне нравится Очень хорошенькая, добрая Хорошенькая, не то слово Слышена как потрясающе На самом деле, ее на руках надо носить Да, будете? Конечно Женишок, а как свидание? Два букета У нас еще подружечка рядом Как с этим? Ну, с этим можно решить В принципе Вам нравится? А какое решение с другом познакомить Которое вы так же нежно любите И который будет жить у вас через забор Правильно? Ну, этот вопрос можно решить Пристроить На самом деле, как бы, пристроим Одним ударом? Двух зайцев сразу Двух дур А чиковая книжка у вас есть? Есть Но больше, как бы, не книжка А пластиковая карта Просто за счет клиентов Получил платиную карту А сколько на платиновой должно быть? Я же не знаю А у них, значит, что-то там должно быть От трех миллионов лежать А живете где сейчас? Вот после той бельгийки У вас уже все в порядке? Да, все в порядке Или она оставила вам как Откупную? Нет, нет Сейчас своя просто Ну, тоже спасибо благодаря моим клиентам, конечно Мне помогли Потому что ваш клиент Послушай, и ему не нравится этот шоу-бизнес И что это вас не устраивает? Ну, мне сейчас в данный момент нужна стабильность Все-таки стабильность как бы в себе Куда же стабильнее? И стабильность все-таки в отношениях Чтобы была любимая И парочку детей Охота все-таки семейного быта уже Потому что все-таки я уже не молодой И бегать как бы ты уже не сможешь Хорошо, вам хочется семейного быта будет А мне хочется посмотреть на сюрприз АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри, это у меня немножко образ То есть наоборот макароны потом ставим Хорошо? А вдруг я потом с женихом истальными не понравилась Понравишься Правильно, это я немножко передел Нужно бы ты опланировать Держишь? Угу Что с ней делать, я не пойму? Он ей сейчас делает прическу У нее и так все сделано Он ее в хиппи превращает, что ли, я не помню Вот что значит настоящий мастер Буквально двумя движениями руки Я тоже Слушай, вот она так будет и в семье, да? Я тоже так могу А что не пришла тогда, может, она? Представляешь, она ему готовит котлеты А он ей говорит, да, да, да Я тоже так могу Хорошо, опять же, что шапка ушла в это АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ты знаешь, может быть, тебе лучше, чтобы она осталась Нет Ну, а ты видишь, что происходит? Я тебе хочу подарить подарочный сертификат Чтобы ты воспользовалась всеми услугами Чтобы ты могла себя побаловать Так, как не балует ни одна себя, как принцесса Будь принцессой АПЛОДИСМЕНТЫ Она прям похорошела сразу Сразу же, вот так, понимаешь Утонченной стала Проходите в свою комнату Мы ждем вас, Анечка Слава Богу Умница Ну, переделали Хорошенько так Как-то я смотрю, у Лилечки Глазки-то так увлажнились Да Сейчас Аня выглядит лучше, чем вы Потрясающе Ну, еще бы она вам понравилась Господи, кто бы сомневался Аня, восхитительно Цветочки бы лучше Обалдеть И что за подарок Ой, подарок какой у нас Подарим на обслуживание Дай я тебе посмотрю, что это такое Ух ты, завистница Какая завистница Ты сомневаюсь, я однако Что у него и платиновая карта-то есть Господи, а таких бумажек-то знаешь, сколько видали Вот бы, ну, подожди На 250 тысяч рублей Да ладно, я тебе Я тебе тоже напишу Что хочешь Да, Роза Завидуй молча Вот такой парень Не понравился? А, не, на самом деле Понравился то, что Все-таки он с волосами умеет работать То, что он умеет шить Это нам прям в нашей профессии Очень нужно Мы будем втроем Как раз У нас будет свой бизнес А то есть вы его как мужчину Для Анны не рассматривайте Ну, а не надо прежде всего выбирать Ну, не знаю Мне кажется, все-таки это не Анин типаж Почему? Ну, он слишком творческий Потому что здесь он нужен Слишком женственный Да, то есть здесь нужен человек Он женственный? О чем вы говорите? Он на его профессии обязывает быть ухоженным С вот такими ухоженными руками Нет, Никита очень хороший мальчик Он мне понравился Какой мальчик? Ему 4-й 10-й, 32 года Ходит и позиционирует себя как мальчика Почему? Квартира есть Батиновая карта Деньги есть Щедрые подарки Если все чудесно Мужчина должен соответствовать Какому-то внутреннему пожеланию женщины Понимаешь, любовь она злаба Полюбишь и Никиту Никита чудесно себя показал И, кстати, вы бы ему подошли прекрасно Потому что у него тельцовская Венера И его образ женщины абсолютно с вами совпадает Но с вами настоящий Не той, которая здесь перед нами сейчас сидит А с вами настоящий Но вряд ли вы себе так видели своего мужчину в нем И вряд ли увидите Поэтому, Ларис, ну ведь, понимаешь, есть же любовь Есть нравится, не нравится Ой, у того, у кого пластиковая карта Извините, его клещами из него не вытащили информацию Есть у него эта карта или нет у нее карты? Что ты быстро соглашался? И на квартиру, и на квартиру Да у тебя, конечно, посопротивляешься Что у вас есть? А почему ты решил про карту-то расколоться? Ну, просто Да, просто, да? Новое знакомство через несколько минут Давай поженимся теперь в вашем мобильном Набирайте 0736 Роза и Василиса дадут вам совет В любое время Оставайтесь с нами В эфире давай поженимся У нас в гостях Анна Идите встречайте второго жениха До удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет! Очень приятно познакомиться с тобой Я хочу тебе подарить этот букет И пусть у вас с вами будет хорошее настроение В любом случае Спасибо Я выбирал для тебя специально АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, проходите Спасибо Ой, веников-то принесли Веников принесли Сколько Да, да, через все Угадает, не угадает Угадает, не угадает Лариса, это вам, конечно же О, Боже, спасибо большое Спасибо, хороший мальчик Спасибо, это вам Совет да любовь Проходите в свою комнату Как же приятно сидеть Как будто в цветочном пусте Как ковер из цветов Ну, посмотри, букеты какие-нибудь Ну, это было такой образ Безвкусно, мне кажется Давайте на вас посмотрим Алексей, 28 лет Руководитель отдела развития В сети магазинов парфюмерии Играет в волейбольной команде Любит смотреть старые советские фильмы Играет на гитаре и поет Мечтает научиться управлять яхтой Первая школьная любовь Алексея Была единственной девушкой в его жизни Они расставались, снова встречались Но серьезного развития отношений Так и не случилось Надеется, что с Анной ему повезет больше Ой, и с Анной повезет А вам еще повезет с тем Что не нужно будет тратиться на парфюм Леш, а какие запахи предпочтительные Вот у любимой женщины? Главное, чтобы они разные были То есть, наверное, не одни, те же Должен быть, может быть, какой-то один Который у меня ассоциируется с этой девушкой А вот какой запах ассоциируется с Аней? Мне кажется, какой-то вот Такой весенний запах цветов Не знаю даже Мне кажется, что цветов На каждой девушке даже ароматы по-своему Да, звучат Леш, я читала вашу историю Думаю, господи, какое счастье Что этого мальчика отвела жизнь с первой любовью Вы понимаете, что первая любовь это хорошо Если даже она длительная Но мы редко рекомендуем кому-то вступать В длительные отношения, в серьезные Что вас-то вдруг Вы извините, но здесь скорее, наверное, никто точно не скажет Правильно это было или неправильно Но вот у меня получилось вот так Вы прямо со школы ее так любили Ну, вы знаете, у нас отношения начались Когда мы были в 10-м классе Мы в 9-м познакомились Ну, в принципе, первая любовь Первая любовь, она никогда не забываем Мы как-то не крути Как бы первая любовь Ну, все-таки головой соображали В ЗАГС-то не спешили бежать Мы, в общем, к этому и шли То есть мы... Нет, конечно, мы не спешили К чему ж ты? Ну, вдвоем бы поженились бы 18 лет И вдвоем бы зарабатывали Водолеев, Водолеев Нет, Ларис, мы... Да, я знаю, что вы про Водолеев Да, Водолеев Лешечка, и что? Вот вы 10-10 лет Послушайте Короче, у всех, я поняла И у тебя отмаз И у него отмаз В ЗАГС никто бежать не хотел Нет, конечно, все равно, что бежать-то в ЗАГС А что ему жениться-то бежать-то, Господи? Вот и я хочу спросить И слава Богу, что не добежал Вот той девушке, конечно, надо было бежать Так годков-то сколько? Я считаю, что можно бежать и в 20 Если ты чувствуешь, что прям эта вот уверенность на 100% Просто очень высок риск, что ты не угадаешь Что ты... у тебя недостаточно опыта, чтобы решить А зачем тогда быть вместе? Здрасте Но мы всегда какой-то промежуток времени вместе с кем-то Леш, а прессинга не была со стороны девушки? Нет Типа она тебе отдала всю юность, молодость и красоту, нет? Пора жениться Она, конечно, она хотела, но к этому все еще И я тоже так думал Мне кажется, она вообще однолюб Ну, я говорю, извините Ну, говорят же, мужчина любит только три раза Женщина из два Не знаю, кто-то больше А кто-то меньше У нас чувства постоянно... У нас было несколько этапов, когда они возобновлялись Когда они... Расставались, а потом понимали, что все равно тянет к ней Жить без нее не можете Ну, мы расставались один раз А жили-то где? У вас же нет ни жилья, собственно говоря Семью-то где создавать? Вы не представляете, что у нас... Что за семья у нее была? Это, знаете, это вот... Это я не знаю Больше примеров я в жизни знаю Это идеальная семья, в которой находишься как в каком-то пенсионате Так очень хорошо Вы что, собирались жить на этой территории, что ли? Да вы что? Нет, конечно... А у вас есть куда привезти невесту? Сейчас? Да Да, у меня есть квартира Ну вот, сейчас есть, а тогда не было 16 лет в отношениях До 26, допустим, да Ты представляешь, как мы сейчас будем сносить башню? Вот за этот период, чтобы... Наверстать Наверстать, да А что стало причиной все-таки уже окончательного разрыва? Ну, вы знаете, это как-то было такое совместное, скорее, решение Ну, Ларис, ну не прошло что-то Изжили себя отношения просто уже... Не знаю, какой-то должен был быть стап Я понимал же все, что уже там нам нужно что-то решать Это безусловно, конечно Послушайте, если мужчина умеет определять приоритет Что вы сейчас оправдываетесь, особенно перед Ларисой? Если хочется жениться, ведь женитесь И времени вам особо не нужно Сомневаетесь, значит, действительно не ваше Хороший мальчик, но... Не эпатаж Червоточинка должна быть Мечтает увидеть рядом самую лучшую женщину на свете Но только не просто самую красивую или самую замечательную А в каком-то смысле слова элитарную То есть такую лучшую для особых, для избранных И всегда есть в душе вот это сомнение Да, та девушка, которая сейчас рядом, хороша Да, люблю Но все-таки вот... Нет, не совсем еще дотянула до бесконечного идеала Так можно не жениться и никогда Вам нужно уметь останавливаться на достаточно подходящих вам женщинах Потому что в мире идеала не бывает Бывают люди достаточно подходящие, либо все остальные Леша, это как вот в парфюме Есть запахи конкретные Пахнет цитрусом, лимоном А есть запахи очень сложные Которые раскрываются в течение там двух-трех дней Вот вам, мне кажется, Василиса хочет сказать Нужна вот та самая женщина Сложная, которая вам не наскучит Которую все время удивлять Насколько я вас понимаю, о чем вы говорите Поняла Спасибо, покажите сюрприз Аня, так как я работаю в парфюмерной компании Мой сюрприз связан некоторым образом с запахами В этих коробочках сейчас три моих любимых аромата Эти ароматы у меня ассоциируются с тремя такими понятиями, как нежность, спорт и мужественность Твоя задача взять вот эти вот пробные тестеры палочки И попробовать, понюхав их, угадать, какой аромат где находится Палочка соответствует коробочке В коробочке лежит... То есть я по запаху должна определять нежное чувство и мужество Да, правильно Попробуем Спорт и мужественность очень близко идут, если это для парфюм для мужчин Либо этот спорт и этот мужественность, либо наоборот Но это точно нежно Так Ну, скажем так, не совсем у нас с тобой совпадают, потому что это спорт Это мужественность, мужественность ты угадала, кстати Спасибо Это у нас нежность Вот В связи с тем, что ты, конечно, угадала все хорошо, что мужественность, но не совсем все Без лишней скромности я хочу тебе сделать подарок Автомобиль Это тебе Но, так как ты угадала мне все, этот автомобиль пока что шоколадный Ну это сразу, да? Уровень Разводка Я очень люблю шоколад Спасибо А то у Розы уже настроение стало портиться Спасибо вам Проходите со своим другом в свою комнату А вы, Анечка, к нам Леха красавец Ну, спасибо Леха, ты очень уверена была Ну что, девчонки? Алексей интересный, но он очень самовлюбленный Очень Я привыкла, что боготворят меня, ну, как девушка Мне кажется, этого... А в чем его самовлюбленность? В том, что он к своим 28 годам многого добился? Что у него стабильная и высокооплачиваемая работа? Тем не менее, умный, мудрый мужчина должен уметь боготворить женщину Послушайте, он с таким букетом пришел к вам Он не обидел вашу подружку Подарил цветы ей Был к вам предельно внимателен Что с вами? Она что, ну, как? Звезда? Да нет Ну, так-то выходит, что звезда Смотрите, да выбираетесь, Роза Не, ну, мне, Леш, понравился, уважил правильно, одет модненько Он подкупил, он не уважил, вот неправда Он сразу подкупил А потом своим поведением, своими поступками Милая моя, пускай лучше Нет, а я сказать вам, почему вы так Потому что вы лоханулись Ничего вы не разбираетесь В запахах ошиблись Потому что где гламур и где вы Не имеет никакого отношения Вот и все Он вас поставил в ситуацию, где вы выглядели не лучшим образом А сейчас идите и злитесь Ну-ка, к несчастью, наверное, Лариса права В точку Обломал, конечно Сначала, значит, ключи от машины Хорошо Потом фигак потаскивает какую-то шоколадную машину Еще бы А ради можно взять дорогой подарок? Тогда не надо так заявлять Заявил бы хорошим колечком Не надо играть Все было приятно Она доказывает, что она богиня? Нет, нет А ты гаденыш Нет, ей просто не понравился подарок Она посмотрела, что первый подарил 300 тысяч И это было... А тут шоколадка А тут шоколадка Мне кажется, что тут обижаться на него не стоит Нито не говорит об обиде Он очень легкий Ему нужна женщина другая Ему нужна женщина, действительно, элитарная В советское время такие парни женились на дочерях партработников Или каких-нибудь политических обозревателей Из элиты общества Или на иностранках Вот, например, Владимир Высоцкий из этого числа Очень хотелось женщину другую Немножко с привкусом иной культуры Вот мне кажется, вы все-таки девушка очень-очень наша Очень-очень русская Потому как вы ведете себя Как подаете, как общаетесь Очень простая наша В вас ему все время будет чего-то вот чуточку не хватать Как не хватало в той его однокласснице Любви С которой так и не дошли до ЗАГСа Боюсь, что повторится И впереди у нас третий жених И выбор своей судьбы не пропустите Вы смотрите «Давай поженимся» И я предлагаю Анне встретиться с третьим женихом Проходите Привет, я Саша Привет, Анна Проходите А что это вот это вот было? Ну, этот Квич самца Давайте за вас посмотрим Александр, 26 лет Тренер по английскому языку Называет себя звездой танцпола И королем вечеринок Коллекционирует модели самолетов Любит готовить здоровую пищу И ко всему подходит с юмором Мечтает уехать в Бразилию И открыть на пляже свой бар У Александра был красивый роман с гречанкой Но они не выдержали испытания разлукой Надеются, что Анна будет всегда рядом Любимое блюдо из здоровой пищи Греческий салат Это повлиял роман с вашей греческой смоковницей? Да, потому что именно там мне показали, как это готовить А вот расскажите про эти греческие каникулы, что там произошло? Это был очень красивый роман, который продолжался три с половиной года То есть на отдыхе встретилась вам? Это было не на отдыхе, это было в Москве Мы познакомились в баре А она была из Греции? Она была из Греции, из салонников А что здесь забыла? Она здесь работала Кем это она здесь работала? Она работала в одной компании по продаже одежды Три года вы вместе жили? Три с половиной Красота А не было разговоров там пожениться Много греческих детей Там большая греческая свадьба Вот не планировалось никак? Нет, пожениться не было Но поскольку она старше меня была А на сколько? 17 лет, что за возраст? На 6 лет А, так ей хорошо 30, да? То есть я на тот момент еще был студентом, да? Мальчиком, шпаной Вот, она уже была при должности, приехала А возила вас к своим родственникам, нет, в Греции? Да, осваивал территорию Когда на него смотришь, хочется вслед за гребнем наклониться Вот, вот, вот Мне не кажется, что это несколько асимметрично Это специально или нет? Я не знаю, у этих я не разговариваю Ну, Китка-то делал Ты же не видишь Сначала я не сделал так какую-то прическу А почему тогда они сейчас, вы не вместе с ней? А потому что так сложились обстоятельства, что мы разъехались по разным странам И, наверное, вот в течение 9 месяцев мы поддерживали связь Мы летали периодически друг к другу И в итоге коллапс Ну, я вам расскажу По работе ее отправили в Киев, да? Она должна была проводиться в Киеве А вы на нервной почве перестали кормиться ее правильной пищей, типа греческими салатами Нет Ели кое-как, растолстели на 15 килограммов Она вас увидела и сказала О, Найн, я такого не любила Я не знаю, кто этот Саша Да? Увидела, обалдела? Нет, на тот момент я уехал в Лондон получать второе образование И... А разожрался-то когда? Где? В Лондоне А в Лондоне ужасная еда Ужасная, ужасная Фишн-чип Есть нечего, да С газетки вот эта рыбка У них такое блюдо, их национальное На газете, именно на газете Жареная рыба с картошкой Очень полезно Короче, приехал сюда такой Колобок-колобок Самой такой не будешь есть И когда я к ней приехал Для меня это был неприятный сюрприз Когда она мне сказала У нас есть проблемы, давай расстанемся Вот Я не думаю, что это послужило причиной От того, что мы расстались Я думаю, все-таки она хотела меня отпустить Потому что она видела, что я учусь Мне надо как-то строить свою карьеру Да, я там уехал в Лондон А кажется, Саня, в зеркало на себя посмотрелся И решил, что как-то надо на себя В общем, посмотреть другими глазами А жили на ее территории На ее территории А кто больше вносил? Послушай, ей фирмы снимала Огромные там апартаменты Да, квартира на Тверской, да Ну, он жил, получается, у нее Больших апартаментов Как бы Как бы взамен-то тоже же Должен как бы ты давать что-то Как бы не просто так Не заехать и все И жить у нее Вам какого рода нужна Забота от женщины И нужна ли она вам? Безусловно, нужна Но мне нужна женщина С которой мы будем на равных Мне кажется Потому что жениться не хотите, Александр? Я не хочу еще жениться Для чего вам тогда нужна, Анна? Если жениться не хотите? Так мы можем жениться Но попозже, не сейчас Ну ей 25 лет Как попозже? Когда? А рожать? Ну что, вы хотите сказать, что она старая? Нет А он еще гуляет Ему гулять, веселиться И отдыхать на полную катушку Но ты же должен до этого Встретить человека Понятное дело Но внутренне вы Либо готовы, либо не готовы А если вы так рассуждаете Значит, вам Ни до какой Ни до жениться Простите, нет Внутренне я готов Василис, что ты скажешь? Ну, конечно, не готов Вам, с одной стороны, хочется любви Как потока, как эмоции Это несколько планет в знаке рыб И, с другой стороны, близнецовская луна Вы сами все время будете от этих самых чувств бежать Готовность жениться определяется только Ну, некой внутренней взрослостью У вас она не наступит Ни в 30 лет, ни в 35 Ее можно только в себе искусственно вырастить В вашем случае Поэтому вам остается только показать сюрприз Хорошая музыка Музыка хорошая Свежие овощи Мне нравится, как он танцует И с прям корой танцует А ты не хочешь это перемешать? Я по кормителями Сейчас смотри кормители как Я сама буду пробовать Наверное, лучше, но ничего Салатика готовить, а? Смотри, как ловко Еще бы я хотел Делать маленький подарок Можешь есть, пожалуйста? Я бы хотела Да, я хотел бы Чтобы в этих туфлях Ты пришла на свидание со мной Ну, молодец Неожиданный ход Неожиданный ход А как можно умудриться с размером угадать? Угодно, Ань? Нет, пока Только на первом свидании Хорошо Спасибо вам большое Проходите Салат вкусный получился Как вам, Александр? На самом деле, подкупил Подкупил Потому что, не знаю Вот эта бразильская песня То, что готовит То, что еще туфли принес Один из трех Вот, поэтому Не знаю Но только все-таки Вот это эхо прошлого Греческий салат Греческая любовь Все-таки Он молодой То есть из него можно лепить Все, что угодно на самом деле Ага Лучше бы он какой-нибудь другой Все-таки салатик приготовил Под эту музыку, правда? Ну, в принципе, да Лучше бы что-нибудь бразильское Как вам-то? Ну, глазки загорелись Нет, мальчик очень обаятельный Очень симпатичный Очень милый Очень задорный Но он еще погулять хочет Ей тоже сейчас, может быть Не обязательно детей заводить-то сразу Конечно, Александр Не ваш мужчина Потому что Вот та клубная жизнь Которая ему нравится Ему интересная Ему нравится танцпол Вы уже переросли Вам нужно уже заниматься делом И ваше образование Нужно уже применять Сколько бы мы здесь Не сидели И не шутили И сколько бы Не говорили о гламуре Конечно, вы человек серьезный Вам нужна Другая жизнь Нет, мне кажется Что прекрасно Ну что, девчонки Лилечка и Анечка Мальчики, на самом деле Все очень достойные Всем огромное спасибо Вот что Аня, конечно Прям душа к кому лежит Кому не лежит Не знаю Не было такого Что, знаете Прям вот вспыхнуло Прямо вот загорелось Вот прямо захотелось На самом деле У меня вспыхнуло и загорелось Мне понравился Один из женихов Поэтому я, наверное Перехвачу инициативу Потому что я так поняла У Ани все-таки Сердце не лежит А вы собрались прямо, да? Я уже собрались Какая молодец Она уже на низком старте Послушайте, такой звоночек А вы еще хотите Рядом с Лилечкой Поселиться и жить Практически одной семье Так я третьей с ними буду Все, Никита Сейчас на кого выйдет Подруга Аня, глаз у вас на самом деле Не остановился Ни одном из мужчин Не понравился вам никто Ждали взрослого Состоятельного Со связями В общем С характером С характером Да ладно, характер Он, естественно, будет Если у него будут Деньги, связи И положение в обществе Такого здесь сегодня На самом деле Или не оказалось И не окажется Мужчины рядом Хотят видеть с собой Ну, не ровня Но женщину С которой интересно Идти по жизни С которой есть Про что проживать Ну, хорошенькая вы Вот у вас Подруга Более активная Я про подругу Больше поняла Чем про вас Меняйтесь Потому что так и будут К вам приходить Непонятно Александры Инфантильные Там Никиты Алексеи Меняйтесь А что звезды Ну, звезды говорят Конечно, что вы пришли сюда Не за мальчиком А за дядечкой Скорее Ваш тип мужчины Это именно дядечка Чтобы от него Исходило впечатление Серьезности Сегодня Максимум серьезности Правда, скрытый А не внешний Был у Алексея Я бы все-таки Советовала его Может быть, еще Передумайте Девочки, я знаю Что вы уже для себя Решили, кто куда пойдет Да Поэтому вперед Мы вас в любом случае Поддержим Любую из вас Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте смс С их номером По телефону 4-4 Татьяна 23 года Номер 1988 Специалист Отдела продаж В банке Будущего избранника Предупреждает Что не любит Когда ей указывают И навязывают Свое мнение Ее супруга Может стать Лишь целеустремленный И щедрый мужчина Алина 22 года Номер 1989 Танцовщица И владелица Собственного бизнеса Обещает избраннику Один день Свободы В месяц Идеальный мужчина Для Алины Это серьезный Добрый И щедрый Реалист Мы не знаем Выйдет Кто-то из девочек Один Или с избранником Но в любом случае Я приглашаю всех Выйти поддержать Одну из них Молодец Ау Жених я тот же Да Ай привет Ну молодец Лилечка Правильно поступила Подруге Именно для этого И нужны Чтобы забирать Самых лучших Женихов У нас есть пара Лилия и Александр Если вы хотите Тоже обрести Свои счастье Заполняйте анкету На сайте Первого канала Если вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы И вы хотите С ним познакомиться Отправляйте СМС с именем героя На номер Четыре четверки Я Лариса Гузеева Желаю Если мы сейчас Здесь поженимся Народ Люди нас не поймут Потому что И так пробуют Обними Как-либо Ну в общем Я вам скажу Да